всем привет всем отличной недели постепенно возвращаюсь в рабочее состояние с одной стороны эти две недели они мне после операции были необходимы для того чтобы немножечко восстановиться с другой стороны в плане именно работы я увидела что просмотры упали вот и не могу сказать что меня как-то это огорчило потому что скорее всего я и ожидала этого вот но в любом случае благодарю вас что вы остаетесь кто остался со мной и будем постепенно постепенно набирать обороты все равно вы еще слышите в голосе моем такая знаете тишина тишина то есть нет ярких эмоциональных красок нужно еще все равно время вот но не хотелось уже вас оставлять без раскладов короткие расклады как-то не очень вам заходят ну ладно итак выбирайте позицию сегодня мы с вами посмотрим расклад которые я назвала помечтаем ваше идеальное будущее вот какое но вы в нем посмотрим что нам скажут карты какое наше идеальное будущее о чем мы хотим помечтать так давайте приступим влагово не уже зажгла так позиция номер один голубенький камешек мы с вами приступаем ваше идеальное будущее какое но девятка кубков идеальное будущее то в котором вы получаете удовольствие то которое вас наполняет эмоционально исходя из этого сразу могу сказать что эмоции для вас они важны либо сейчас у вас такой период когда идет недостаток эмоций недостаток каких-то впечатлений вот позитивных именно позитивных либо вы действительно человек у которого долгое время не долгое время не было каких-то таких впечатлений радужных приятных девятка кубков у нас говорит про удовольствие про наслаждение но как и все девятки акцент здесь идет исключительно на брать то есть здесь идет на интровертность у вас нету готовности взаимодействия с другими людьми ощущение того что ваше идеальное будущее в котором вам хорошо то есть это хорошо потому что вы не знаю получается что-то дарят вам подарки вы счастливы но здесь акцент идет больше на вас то есть то что я имею не от того что я кому-то что-то отдаю либо я с кем-то чем-то делюсь либо что-то вкладываю нет а здесь именно акцент идет на то что я получаю вы как будто бы говорите людям в своем идеальном будущем что да я открыт и знаю коммуникации взаимодействия но что-то делать либо я должен сделать первый шаг я этого делать не буду то есть я буду взаимодействует только тогда когда со мной взаимодействует это я знаете какая такая вот избирательная позиция я буду выбирать с кем я хочу и когда я хочу то есть я здесь позиции человека который говорит я здесь да я заметный вот но вкладываться я не готов при этом готов что-то брать для того чтобы мне было хорошо так еще какое но ваше будущее восьмерка педагли ну с одной стороны для кого-то это вот бытовая жизнь рутинная но в удовольствие да то есть таким образом она выстроена когда вас все удовлетворяет здесь нету таких знаете вот каких-то хаотичных либо риску рискованных поступков да то есть там я не знаю начинаю путешествовать ты поехал куда-нибудь на амазон кого либо там в городе малая нет здесь такой знаете налаженный быт но он должен приносить вам удовольствие еще расскажу здесь удовольствие не про то что я радуюсь и смеюсь каждый день и там веселья и пьянки гулянки праздники такое нет здесь вот знаете как-то так выстроен быт в котором вам комфортно и вам хорошо в этом будущем вы получаете удовольствие вот своей профессиональной жизни помимо бытовой то здесь все налажено таким образом что вам бабты вы знаете как человек который ставит себя на первое место исходя из этого я могу сказать что либо сейчас у вас такой период когда вы либо в прошлом как-то вкладывались очень много других людей и устали от этого и как будто бы представляете свое идеальное будущее когда люди уже даю до возвращает вам ваши вот эти вот дивиденды то есть ваши профиты то что когда-то вы вкладывались другого человека вот то есть теперь вы ставите себя как будто бы на место другого человека и ожидаете что вам будут все давать вам от этого будет хорошо либо у вас есть такая потребность до в плане того что то есть вы сделали какое-то переосознание поняли что себя надо ставить оценить и ставить себя на первое место и вот вы в своем идеальном будущем как будто вы представляете что вы этого добились что вы стали таким человеком который ставит себя уже на первое место либо еще вам вариант того что вы получаете удовольствие от своей профессиональной дела своей профессиональной деятельности то есть вы делаете свою работу с любовью и не важно что если это допустим там какая-то однообразная работа она вам нравится когда мы говорим однообразную работу это не обязательно какая-то механическая работа там есть на формате из на работать на заводе да то есть какие-то повторные дела нет например работать водителем там такси ну либо автобусы это тоже однообразные то есть каждый день один и тот же маршрут человек с проводе да то есть делает одни и те же действия либо я не знаю пилоты на самолете это тоже одни и те же действия но эта работа она либо там я не знаю тарола который делает расклады не вроде бы однообразная работа да потому что в принципе делает каждый день похожие действия то есть читает карты но все равно в этом находит какое-то свое удовольствие то есть вы хотите получать удовольствие от своей работы от того что вы стали мастером а того что вы уже достигли то есть восьмерка педакли у нас это не тройка в педакли которые в которой только зарождается наше мастерство и мы оттачиваем свои какие-то навыки мы уже здесь добились и мы получаем удовольствие от того что мы уже стали мастером своей какой-то деятельности какое еще ваше идеальное будущее ну то есть будущее которое наполнено самая счастливая карта второго дату спиндакли которая открывает в рта самое удачное счастливое будущее то есть то будущее в котором вселенная нам дает возможности и мы ими пользуемся педакли это потенциал на любую реализацию своего желания то что вы хотите да либо на на изобилие на богатство здесь открываются дороги и всевозможные шансы на то что вы хотите то есть вы это получаете ваше идеальное будущее это то в котором вы замечаете дайте вот как будто бы из такое состояние вот я о чем-то подумал да и мне вселенная подсказала как я это могу получить и я иду и делу то есть человек который видит то что ему необходимо вот эти вот шансы и эти возможности ну давайте еще одну карту вытащим большой расклад сегодня делать не буду какое еще ваше идеальное будущее идеальное будущее в котором по аркану смерти должно произойти перерождение что именно здесь должно родиться то будущее в котором вы чувствуете себя более уверенным в то будущее в которым вы ощущаете себя таким знаете волевым человеком наполненным ресурсом ресурсом не в плане там не знаю финансов и материи ресурсов в плане энергии человек который нашел в себе силы и победил победил свои инстинкты победил свои страхи да то есть человек который уже свободен его ничего не сковывает да он в данном случае ничего не сковывает в его сознание то есть что-то произошли какие-то изменения когда вы освободились и вот вы победили свои вот эти вот ограничения и чувствуете свободу когда вам знаете такое выражение когда вы разрешаете себе когда мне все можно вот попробуйте себе проговорить и сказать что а мне это можно не знаю что то вы хотите у вас долгое время не получалось и попробуйте сами себе сказать своей голове мне это можно я себе разрешаю вы почувствуете что сначала идет какой-то вот дискомфорт то есть нет . некое такое сопротивление вы будете бы говорить нет нет такой не может быть но если вы сможете себя убедить в том что вам это можно вам это дозволено вы сами себе разрешаете и разрушаете вот это вот ограничение эту рамку вы почувствуете свободу вот это вот то ваше идеальное будущее до в котором вы чувствуете себя сильным человеком на человека который умеет сам за себя постоять человек у которого есть энергия есть силы на достижение на реализацию все всего что он пожелает ну и второй вопрос кто вы в этом будущем да кто вы в этом будущем аркан шута кто вы в этом будущем человек который как будто бы знаете начинает свою жизнь с чистого листа здесь как некое такое второе дыхание что ли легкий на подъем человек свободный без рамок без ограничений здесь хочется сказать знаете человек мира человек планеты человек мира который может легко пойти здесь в любую точку находиться в любой точке да то есть ему все можно здесь главное такое ощущение то что вот вам как будто бы не хватает свободы какой-то в чем эта свобода это внутренние какие-то ваши ограничения есть какие-то убеждения которые вам говорят что вам это нельзя возможно здесь есть очень много ответственности до либо есть какие-то обязательства и вот у вас прям вот это вот потребность ощутить себя свободным дурак это человек который не задумывается о последствиях да то есть я делаю то что я хочу я не думаю что потом мне за это что-то будет здесь для вас это состояние очень важно то есть не думать о последствиях еще расскажу здесь такое чувство чтобы очень ответственный человек и любой свой шаг вы его продумываете просчитывается хочется просто знаете вот как маленький ребенок взять и сделайте чтобы мне за это ничего не было вот вы устали думать о том что будет потом цель этой ответственности поэтому вы себя видите вот каким-то дураком человек который муж просто дурачиться может веселиться может не думать о завтрашнем дне потому что устали еще кем вы себя видите шестерка педагрин до прекрасный человек если вы наполнены ресурсами что-то что-то это конечно шестерка педагри говорит о человеке который занимается может быть медсинацией, помощи другим людям. Человек, который может взаимодействовать на равных с другими людьми. То есть вам, вы видите себя, знаете, не то, что вы будете вот прям жить в своё какое-то удовольствие, и мне наплевать на других людей. Нет, наоборот, я вижу, что как только вы наполнитесь энергией, у вас будет потребность такая что-то отдавать другим людям. Здесь у вас вот в девятке кубков пока нету энергии и сил, что-то отдавать, вы готовы брать. Но здесь уже шестёрки педакли, да, здесь человек, который прошёл уже какой-то кризис, сложную ситуацию, и человек уже готов что-то отдавать другим людям, делиться с другими людьми. Ещё кто вы в своём идеальном будущем? Человек, который живёт вот в комфорте. Вот для вас, смотрите, заметьте, да, раз педакливая карта, два, три, четыре, четыре из восьми, да, то есть половина карт педакливых. Для вас очень важна стабильность, для вас важен комфорт, удобство. Я не говорю о том, что здесь речь идёт о, там, я не знаю, лоске, шике, да, и вот прям миллионах. Нет, но, как минимум, допустим, кровать, она должна быть удобная, да, то есть матрас, он должен быть кому как удобно, да, кому твёрдый, кому мягкий, тёплый сейчас зима, да, чтобы было комфортно, чтобы было уютно, да, и очень важно для вас иметь стабильность. И вот здесь вот уже сразу идёт некое такое противоречие. С одной стороны, я хочу, у меня есть потребность, необходимость стабильности, да, когда я знаю, и вот здесь вот по восьмёрке педакли, то есть у меня есть некая такая рутина, есть быт, который выстроен, и я его не хочу менять. А с другой стороны, по органу шуту, я хочу свободу. То есть с одной стороны, вы ставите себя в эти рамки, да, то есть я хочу, чтобы было вот так, так, как я хочу, и чтобы каждый день, чтобы это ничего не менялось, потому что мне так удобно, мне так комфортно, это некое такое состояние безопасности. А с другой стороны, душа требует шута, требует вот этой свободы, да, некого такого риска. Давай попробуем. Вот присутствует авантюризм, вот этот вот детский, когда я не думаю о последствиях, я просто беру и делаю, и получаю от этого удовольствие, и в этом нету стабильности, да, в этом нету комфорта. То есть с одной стороны, вы хотите свободу, а с другой стороны, вы от этой свободы как будто выбегаете, потому что вам нужен комфорт. Для вас это очень важно. Удобство. Для вас важно постоянство, да, в том числе и среди людей, чтобы вас окружали те люди, которых вы знаете, чтобы у вас работа была та, которую вы знаете, которую вы умеете делать, и вам не скучно, как я еще расскажу, да, вот здесь вот в «Восемерке Пендакли», вам не скучно делать однообразную работу. Вы ее можете сделать с прекрасным мастерством, да, то есть вы хороший мастер своего дела. Но при этом вот шут остается шутом. Всегда есть какой-то некая такая неудовлетворенность. Вот по аркану шуту здесь идет человек-исследователь, да, то есть вот тот, который что-то постоянно ищет, да, что-то исследует, что-то хочет обнаружить. То есть человек, который живет с открытым таким взглядом и любопытством. Но это вот противоречит некой такой стабильности. Ну, в общем, вы поняли. Вот как-то так у меня вышло по первой позиции о вашем идеальном будущем. Так, соберем сейчас арканы и перейдем с вами к позиции номер два, красненькому камешку. Двоечки. Смотрим, ваше идеальное будущее. Помечтаем, какое оно. Какое ваше идеальное будущее. Ну, куда же мои любимые двоечки эмоционально без туза кубков. Ресурсное. Самое главное, что наполненное эмоциями, да, то есть здесь могут быть эмоции, впечатления, всевозможные переживания, состояние такого полета. Самое главное и важное, что у вас на душе хорошо, у вас на душе спокойно. Ваше идеальное будущее – это то, в котором вы не чувствуете себя одиноким, это то, в котором вас понимают, что наконец-таки есть взаимность, наконец-таки есть ощущение, что я не белая ворона, да, что меня все понимают, я понятна другим, вот, меня принимают. И вот для кого-то здесь, если вы занимаетесь самопознанием, поиском именно себя, в вопросе, кто я, почему я в этом воплощении, да, к чему я должна прийти, что я должна изучить, либо какие уроки должна пройти, то вот как раз-таки Туз Кубков говорит о том, что здесь человек пришел именно к этому состоянию, когда нашел ответы на свои вопросы, да, то есть человек, который имеет связь с источником, и он понимает, кто он, да, здесь человек, который имеет связь не только с источником, но и со своей душой, в данном случае со своим высшим Я еще. Итак, еще, какое ваше идеальное будущее, в котором нету по пятерке Кубков разочарования, да, то есть когда вы перестали в чем-то разочаровываться, когда вы перестали что-то ожидать. Здесь такое ощущение, что вот вы настолько наполнены, что вам хочется просто отдавать, просто хочется жить, просто хочется как-то с кем-то, не знаю, взаимодействовать, делиться, и при этом нет вот этого вот ожидания, что кто-то мне что-то даст, поскольку вы настолько наполнены, здесь ключевое ваше внутреннее состояние наполненности, что у вас столько много всего, вот этих вот состояний, что уже держать в себе невозможно, и есть необходимость этим делиться, есть необходимость это отдавать, поэтому в вашем идеальном будущем не должно быть разочарования, не должно быть слез, огорчений, не должно быть уходов, расставаний, то есть терять какого-то человека, плюс ко всему здесь не должно быть утрачено вот это вот состояние детства немножечко, потому что все-таки пятерка Кубков нам говорит о том, что человек утратил вот эти вот три Кубка, утратил вот эту вот легкость, утратил беззаботность, либо осознает то, что туда, куда он идет, уже должна быть немножечко другая концепция, там выстроена более взрослого человека серьезного, уже беззаботности не будет вот этой детскости, вам она необходима, вы ее хотите. Еще ваше идеальное будущее, ну вот, королева мечей, то есть, что я сказала, устала, либо устал человек проживать в каких-то негативных эмоциях, здесь как будто бы вы в своем идеальном будущем научились давать отпор людям при необходимости, если нужно что-то поменять, то вы вот будете легки на подъем, чтобы что-то поменять, когда люди к вам приходят за каким-то советом, да, когда вы можете дружить, там, я знаю, с мужчинами, женщинами, они вас уважают, они прислушиваются к вашему мнению, то есть в вашем идеальном будущем вы умеете управлять словом. Не просто человек эмпатичный, да, но и можете дать отпор, если в этом есть некая такая необходимость, здесь мы видим на этом аркане, да, меч в крови, потому что королева мечей отрезала, отрубила голову, да, и вот это голова. Что еще? Какое еще ваше будущее? Ну вот она, королева кубков, да, то есть человек, который с одной стороны умеет чувствовать, любить, человек такой гибкий, толерантный, эмпатичный, а с другой стороны человек, у которого голова на плечах, да, то есть логичный человек, сканер, который считывает людей, не позволяет собой манипулировать и управлять, то есть такая, знаете, хорошая, хочется сказать, женская позиция, но опять-таки кубковая, да, смотрите, здесь кубки выходят. Хорошо, давайте теперь посмотрим второй вопрос, кто вы в нем, кто вы в этом своем идеальном будущем, человек, который оставил позади то, что для него было ценно и важным, он понял, что для дальнейшего своего развития, да, необходимо, необходимо двигаться, то есть а что же вы тут оставили, мне хочется спросить. Какие-то конфликты, ссоры, может быть, резкие какие-то слова, либо целеустремленность, целеустремленность, постоянно что-то обмлять, целеустремленность, сейчас секундочку, какая пауза, как будто вы знаете, оставить позади вот это вот состояние, иди туда, не зная куда принеси, то не зная что, здесь такое чувство, что как будто бы у вас появляется какой-то смысл, да, либо вы его начинаете видеть, этот смысл. Здесь человек, который вышел на более высокий уровень, и вот прям такая, знаете, такой простор, такая легкость, и мне так хорошо в нем, и вот я чувствую прям себя в своей тарелке, здесь какая-то такая мрачная карта, то есть человек как будто бы не хочет меняться, но из-за того, что в своем идеальном будущем по королеве мечей у вас есть это качество, этот навык, который человек отрезает то, что ему уже не нужно, вот, либо легко меняет то, что уже отжило, да, оставляет позади, и кем вы себя ощущаете, что вот человек, который начинает свою жизнь заново, причем делает это легко. Здесь ощущение того, что вот из-за того, что у вас есть королева кубков и туз кубков, вы очень привязывайтесь, поэтому у вас выходит пятерка кубков. Вы привязываетесь к людям и разочаровываетесь, когда люди, например, с вами поступают не так, как вы хотите, либо очень часто вас оставляют, но так делает судьба, потому что вы не должны привязываться ни к чему. Да, любить можно, но привязываться ни к чему нельзя, и поэтому у вас очень часто, вас лишают того, что вы любите больше всего. И вот здесь вот вы как будто бы поняли эту модель, то есть с кем вы себя видите. Вы видите себя человеком, который понял эту модель, что нельзя ни к чему привязываться, да, все равно мне нужно будет дальше двигаться, как бы мне это больно не было, потому что что-то ценное здесь оставляете. И идете вот именно вот в это состояние, когда легко, да, то есть я легко впускаю новых людей, я легко общаюсь, коммуницирую. Здесь у вас, знаете, вот вы вроде бы такой человек, который легко входите в контакт, но после первой встречи вы как будто бы закрываетесь, потому что не знаю, есть такое ощущение, что здесь не про вопрос доверия, а в то, что вот вы боитесь, что вот вами будут пользоваться, понимаете? И то ли это на уровне бессознательного у вас такой сценарий, то ли вы ощущаете, что вот здесь люди как будто бы видят в вас ресурс, и они хотят у вас этот ресурс забрать, и вы защищаетесь на ментальном уровне, да, от того, чтобы у вас забрали то, что принадлежит вам. И вот здесь вот такое чувство, что выйдя на новый уровень, вы как будто бы, то есть на этом уровне нету никого, кто мог бы вами манипулировать, либо вас вампирить, и вот там вот вам хорошо, да, здесь вот как будто бы, я не знаю, поднялись на небоскреб, на самый высокий этаж, и вот там никого нету, да, то есть никто не посягается на вас. Что-то такое у меня здесь идет. Еще кто вы в этом будущем? Луна. Что вы тут ищете? Вы ищете, как жить так, чтобы вам не разбивали сердце. Здесь общая такая дилемма, да, на краске заключается между этих двух королев. То есть с одной стороны, я хочу быть королевой кубков, мне это нравится, это моя природа, но с другой стороны, я понимаю, что в каких-то моментах, да, мне нужно стать королевой мечей. Почему? Потому что если я ей не стану, да, то либо мне будут разбивать сердце, либо я буду разбивать сердце. И вот здесь вот некая такая дилемма, да, кто кому. Либо я буду делать больно, либо мне будут делать больно. И вот здесь вот вы как будто бы заблудились в этом, да, в этом состоянии. Как же мне быть с разбитым сердцем? Как же вам быть с разбитым сердцем? Ну вот видите, опять-таки, десятка жезлов нам говорит о том что нужно оставить на отставлять вот это вот все ненужное всю ответственность которой вы берете на себя в силу того что вот у вас мягкое любящее сердце да то есть где-то кому-то посопереживали там я не знаю пожалели какую-то кошечку собачку взяли ее домой а дома ее держать не можете вот переживайте что теперь делать хорошо я ее вылечу а потом куда то есть я уже и привязалась то есть вот здесь какие-то такие моменты до силу своего доброго мягкого сердца вы себе находите кучу каких-то обязательств а потом еще расскажу либо вы становитесь плохим человеком для другого либо другой человек становится плохим для вас есть ощущение того что у вас есть какой-то сценарий сценарий здесь проигрывается аркан мира да вот здесь ключевой такой момент то что я говорила не привязываться да здесь вам нужно знаете научиться парка номера завершать какую-то ситуацию не бояться не бояться ее завершать для того чтобы идти в новое здесь арка мира говорит о том что одна дверь закрывается другая открывается и вот вам нужно осознать это что если что-то уходит да то обязательно на его место что-то другое придет и просто здесь чувство такое что вам не всегда дается что-то такое хорошее в жизни когда вы его находите вы за него держитесь и чем больше вы держитесь за это хорошее тем больше у вас забирают и у вас возникает такое ощущение что у меня вся жизнь и у меня только одни негативы негатива а хорошие которые есть его и тоже забирают а вот плохое не забирает мы здесь просто это ваш урок до что вы осознали и поняли что это как перрон и поезд так какая-то станция вот и поезд приходит уходит приходит уходит в каком-то поезде вы встречаете своих любимых близких и дорогих да а в каких-то поездах наоборот вы там я не знаю уезжают кто-то кто вами не очень любим либо наоборот приезжают люди которые даны вам для урока а уезжаете которых вы любите как вам нужно понять что ваша задача это только вот быть вот этим перроном вот эти остановкой этой станции то что вот ваша жизнь она такая кто-то приходит кто-то уходит и надо поменять отношение к этому до поменять свои эмоции по отношению к этой ситуации то есть не включался в нее так сильно здесь про это вот такой расклад у меня был и для двоечек поставлю вам тушку ков это была вторая позиция напоминаю что вся информация моих услугах есть под любым моим роликом по ссылке мои контакты переходите читаете ну вот кому нужно связывайтесь со мной мы с вами переходим позиции номер три зелененького камешку троечки давайте посмотрим ваше идеальное будущее какое ну по шпиндакли человека который все время чему-то учится человек который познает этот мир через ценности человек любознательный мир в котором интересно жить мир в котором есть какие-то шансы возможности есть куча предложений мир в котором постоянно есть какие-то я не знаю там вебинары тренинги да где чему-то все время мы учимся либо через каких-то людей либо непосредственно через саму жизнь мир в котором все справедливо да мир в котором люди говорят правду такую какая она есть мир в котором скрываются какие-то недосказанности да возможно он будет немножечко жестким да может причинять путузом мечей такая холодная энергия боль кому-то но с другой стороны где люди говорят правду да где отсутствует лицемерие где люди прям знаете такие достаточно решительные приняли решение и делаю да то есть не юлозят не хитрят не как-то вот занимается самообманом такая вот правый верный путь на честный еще ваше идеальное будущее десятка кубков ну мир в котором все довольны счастливы в котором есть семья который вас наполняет эмоциональный мир в котором у всех есть необходимые ресурсы да и все довольны все довольны еще ну вот мир в котором по аркану колесницы есть движение которым люди ставят свою цель идут к ней достигают и и получают свою цель в котором есть движение вот понимаете все карты говорят о неком таком движении это не просто какая-то статичность до в котором брень как по первой позиции есть комфорт уют а вот здесь вот бесконечный какой-то поиск куда-то бежим до что-то изучая и изучаем такая картинка из бывшего союза когда идешь по улице видишь очередь и на автомате занимаешь в очереди место да и не спрашивая о том что продают и нужно ли мне вот здесь наоборот здесь такое ощущение что вот надо надо постоянно куда-то бежать да надо что-то делать еще ваш идеальный мир дьявол до куда без искушения для того чтобы быть победителем здесь такое чувство что в вашем мире очень важно помимо движения огонька как-то вот знаете самоутверждаться потому что здесь чувство что люди которые знаете вот как в бизнесе при целеполагании прописывают себе цели планы что хочу достигаю такие люди достаточно рискованные которые у которых завышенная планка но им это нравится и вот потому что у вас есть большой потенциал к этому вот вы все время что-то достигаете здесь ощущение какой-то игры для кого-то может быть опасная игра для кого-то вот некий такой авантюризм да но это очень приятно потому что вы себя как-то закаливаете закаляйте закаляйте через какие-то трудности которые сами себе придумываете преодолеваете не вот вы вам это нравится да здесь вот прям движухой попахивает а кто вы в этом идеальном мире смотрите как интересно да идеальный мир в котором есть движение но вы в этом идеальном мире семерка кубков человек мечтатель человек который все никак не может определиться со своим выбором что я хочу в каком направлении иду то есть возможно вы в этом мире человек у которого есть возможности варианты и он должен определиться но почему-то семерка кубков здесь говорит больше о каких-то небесных да хочется сказать как это сказать это правильно здесь нету заземленности здесь какая-то вот мечтательность витания в облаках вы не совсем в этом идеальном мире представляете в чем заключается ваше место в этом мире то есть кто вы будете в этом по какую сторону потому что есть такое ощущение что здесь как будто бы две грани до два мира и не совсем понятно с какой стороны вы будете с одной стороны те кто достигает а с другой стороны те кто кем управляют вот здесь что то такое кто вы в этом мире ну человек который готов развиваться смотрите вроде бы ощущается энергия с огромным потенциалом потому что дьявол уже не выпадает кому повало люди достаточно харизматичные и это огромное физическое здоровье в первую очередь по дьяволу то есть дьявол управляет нашим материальным миром а это значит наша физика и энергия в нем но при этом я глядя на арканы то есть идеальный мир по великим арканом а вы в этом мире какая-то мелкая мелкая рыбешка дали бы вот паш пентаклей тройка пентаклей человек который только-только раскрывают который представляет который мечтает о чем-то да начинает как-то свои навыки прорабатывать что ли ищет то есть вы в этом мире человек который будет что-то делать сообща не самостоятельно вот какой-то вот командный игрок ну вот и опять и четверка мечей интересно да то есть идеальный мир в котором есть движение в котором есть колесничий но я в этом мире тот который опять-таки тот который думает который взял паузу на то чтобы принять правильное решение то есть человек еще не определившийся да вы хотите работать не вы хотите что-то строить вы хотите что-то создавать вот то есть готовность к действию есть но что именно делать да вы здесь не совсем понимаете кто вы в этом мире я в этом мире солнышко да я в этом мире счастливый человек почему поставила интуитивно под дьяволом да и краски эти арканы совмещаются то есть теневое теть теневой аспект солнца это вот как раз таки и есть дьявол кто вы в этом мире человек везучий яркий опять-таки смотрите что здесь потенциалы энергетические что здесь по аркану солнца до человек с лидерскими такими качествами которые может вести за собой человек которого который светится у которого очень много энергии позитивный человек яркий человек кто вы человек который доверяет открытый добрый человек который умеет дружить но при этом присутствует вот десятка мечей какие-то нерешенные задачи смотрите опять таки по четверкой упала да здесь семерка кубков да и шестерка выпадает чисто рандомно выкладываю карты вот в чем кубки под кубками выпали очень интересно здесь мечи человек который устал устал от нерешенных задач да и но при этом он понимает что что-то нужно сделать что-то нужно сделать что нужно сделать вот нужно прийти десятки смотрите у вас выпало три десятки десятка кубков десятка пентаклей десятка мечей к чему вы хотите прийти десятки пентаклей к стабильности к изобилию богатству то есть здесь такое знаете ощущение что вы себя как будто бы видите в этом мире в идеальном успешным человеком да и у вас есть представление какое оно на вот это вот по десятке педакли и вы как будто бы вас есть готовность по тройке педакли что-то сделать для этого до для того чтобы быть счастливым успешным удачным с деньгами семьей совсем совсем но как это сделать я не знаю и из-за того что я не знаю потому что есть очень много фантазии и иллюзии все-таки дьявол не дает вам истину здесь очень много искажений ложных каких-то представления вы и бездействуете а когда бездействуете чувствуете себя по десятке мечей убитым то есть потенциал внутренний ваш когда вы его не используете он вас разрушает что-то здесь такое очень интересное вышел у нас третья позиция ставим ее так вот такое меня было расклад для вас напоминаю что вся информация о моих услугах есть под любым моим ролик как ролики по ссылке мои услуги переходите читайте обращайтесь я постепенно постепенно буду возвращаться к работе не знаю на этой неделе смогу ли провести блиц консультации я посмотрю на свое состояние ресурсное возможно на следующей неделе вот хочу пожелать вам отличной недели всего вам самого наилучшего еще раз огромная благодарность всем кто в период пока я восстанавливал я прислазнал мне донат и таки тоже были очень приятно благодарю благодарю всех кто оплачивал суперспасибо суперспасибо это сердечко да под роликом как благодарность дали бы когда над вот мне тоже было приятно и также благодарю всех кто остается со мной верен кто готов познавать себя работает над собой пожелаю еще раз хорошей вам недели солнечной теплой хорошего настроения и приятных известий и новостей прощаюсь с вами всем пока пока